Две трети улицы Чернышевского уже заасфальтирована. Каждую ночь на объекте занято почти 40 человек и 20 единиц техники. Продолжается подготовка к укладке асфальта и на Пашихонском шоссе. Дорожникам осталось снять старое покрытие на участке от Новгородской до Кольца. Подробности у Алены Закатаевой. Почти 40-тонная машина проезжает точно по маркерам, отметкам, которые делают на асфальте. Вот так с точностью до сантиметра слой за слоем снимают старый асфальт на Пашихонском шоссе. Работают только ночами. Планируется, что уже к концу этой недели подготовительный этап укладка выравнивающих слоев и устройства колодцев будет закончен. И дорожники займутся асфальтированием. От путепровода начнется укладка верхнего слоя асфальтобетона. Укладка асфальта будет осуществляться по двум полосам, по третьей будет осуществлено движение автотранспорта. Сначала приведут в порядок полосы по направлению из центра, а потом в центр. Кипит работа и на улице Чернышевского. Дорожники уже заасфальтировали все четыре полосы от улицы Железнодорожной до Карла Маркса. Это больше двух километров дорожного полотна. В планах у подрядчика федеральной компании ВАД закончить работы к понедельнику. После чего останется заасфальтировать съезды с дороги и парковочные карманы. Напомним, это одна из улиц, которые вошли в план благоустройства по предложению активистов ТОС. Глава Вологды Евгений Шулепов дал своим заместителям поручение максимально учесть мнение волокжан при формировании документа. И жители результатом довольны. Хорошие дороги. Сейчас и пробок нет практически вечером. Раньше же стояли там часами на этих перекрестках, там эти ямы объезжали. А сейчас как бы хорошо. То есть нет пробок. Это очень большой плюс. Экономит время. Всего в этом сезоне отремонтируют 400 тысяч квадратных метров дорожного покрытия. 75% этого объема уже выполнено. Дорожники привели в порядок участки окружного шоссе и улицы Пригородной, Конева, Герцена, Мира, Октябрьскую, Ленинградскую, Кирова, Ленина, Батюшкова, Благовещенскую, проспект Победы. А также Октябрьские и Ленинградские мосты и дорогу в Парк Мира. Как только закончатся работы на Чернышевского и Пашихонском шоссе, приступят к ремонту улицы Козленской. Она последняя в списке. Также предстоит нанести на магистрали разметку и продольную, и маркировку пешеходных зон. Новинка этого года – так называемые шумовые полосы перед зеброй. Наносят их термопластиком в несколько рядов. Толщина неровности от полутора до трех сантиметров. Преодолевая их, водитель слышит неприятный звук и ощущает значительную вибрацию. При этом, чем выше скорость, тем сильнее ощущение. Поэтому автомобилистам приходится сбавлять газ перед пешеходным переходом. Контроль работы идет на всех этапах, в том числе и общественные. Выстроить эту систему поручил глава Вологды Евгений Шулепов. Мнение людей, которым пользоваться этими дорогами, должно быть учтено обязательно. Как и позиция экспертов. На каждой дороге они берут пробы уложенного асфальта. На данный момент замечаний по качеству покрытия нет. Но в любом случае подрядчик дает гарантию на выполненные работы 4 года. Алена Закатаева, Михаил Протасов, Вологда, Портал.